здравствуйте ребята тема нашего урока соседи римской империи цель урока узнать какие взаимоотношения складываются у римлян с соседями и рассмотреть образ жизни германских и славянских племен сегодня мы с вами работаем по плану первый пункт плана какие народы и государства были соседями римской империи это мы отработаем по карте второй пункт какие отношения были у римлян с их соседями и третий пункт занятие и образ жизни соседей римлян начнем с первого пункта сразу с карты и так напоминаю вот это у нас рим на город рим это пенинский полуостров италия вот это огромная территория которая называлась римская империя то есть это территории которые были захвачены римлянами и так мы видим что римляне совершали походы из галлии вот они идут на германские племена то есть здесь жил огромное количество племен римляне называли их одним словом германцы далее они пытались совершать походы на славян вот эти территории здесь жили племена которые называли славянами римляне называли их венедами и вы видите пытались они совершать поход на парфянское царство мы начинаем с вами работу именно с парфянского царства и так восточным соседом римской империи было парфянское царство римляне они не раз пытались захватить эти земли но парфяне были храбрый храбрыми и искусственными искусственными воинами особенно у них ребята славились конники и лучники но и как вы помните в борьбе с парфянами погиб римский полководец крас и 200 тысяч воинов с ним погибло прошло не очень много лет и парфяне нанесли новое поражение римлянам нужно сказать что огромное количество легионеров попали в плен и томились в глубине парфянского царства и император август решил вступить переговоры с парфянами вот по риму разносится радостная весть знак мира парфянский царь вернул знамена римских легионов которые когда-то были захвачены из плена возвратились тысячи пленных и между римом и парфи на долгие годы сохранился мир но как вы понимаете не на всех границах империи было спокойно и август отдает приказ римским легионерам переправиться через реку рейн сейчас я вам покажу на карте вот у нас река рейн вот и вот римские легионеры переправляются через нее и нападают на германские племена однако германцы лишь сделали вид что подчинились власти римлян а сами тайно готовили восстание восстание ребят возглавил знатный юноша армении он был знаменит своим умом и отвага он убедил германцев в том что врагов можно победить а вот командующий легиона мивар римский полководец он сделал себя беспечно он вообще не ожидал нападения и однажды когда его войско передвигалась по стране они оказались в тевтобурском лесу со всех сторон на них внезапно напали германцы эта битва ребята длилась несколько дней и три легиона были полностью уничтожены авар чтобы не быть взятым в плен покончил жизнь самоубийством когда август узнал о страшном бедствии он пришел в отчаяние конечно древние древние историки утверждают что он несколько месяцев подряд не брился в знак скорби и не стриг волосы он бился головой о двери и восклицал вар верни легион легионы ну и ежегодно день поражения от не стал отмечаться время как день траура и с той поры германцы стали самыми опасными врагами империи империи вот я подготовила несколько картинок посмотрите римский легионер обратите внимание как он одет да смотрите него кольчуга него шлем огромный щит копье какое огромное но и германцы таким образом большая разница конечно да вот это оружие германцев если будет интерес рассмотрите потом соотнесете да что как называлось а вот это кузница где германцы делали свое оружие это картинки с мирными жителями костюмы германцев это обыкновенная традиционная семья муж жена и два их сына это женщина с ребенком это жилище германцев это реконструкция длинного дома чем же занимались германцы конечно земледелием скотоводством собирательством охоты довольно часто совершали военные набеги на соседи ну и прежде всего на римлян каким же образом избирали вождя избирали его ребята на народном собрании выбирали самого храброго из знатных семей тех кто не нравился собравшимся не встречали неодобрительными криками от того кого они хотели бы видеть вождем не приветствовали звоном оружие кроме того ребята на собрании судили за тяжкие преступления трусов которые бежали с поля боя их вешали на деревья а изменников топили в болотах но как и многие древние народы германцы обожествляли явления природы одним из главных богов у них был бог грозы донор германцы верили что он мчится по небу на дремящей колеснице а когда его огненно рыжая борода мелькает в просвете тучу сверкает молния а когда бог швыряет свой тяжелый молот слышен гром а когда раскат грома не считали что это молот возвращается в руки бога вот это все что я хотела бы вам рассказать о германцах далее мы с вами разговариваем о славянах или о венетах на так как их называли древние римляне вот это ребят вы видите жилище древних славян пол был на метр углублен землю вот вы видите вот у нас поверхность земли вот это пол на метр углублен землю видите вход и вот такая крыша да она была осложена из жердей на которых значит были наложены очищены от веток и жерди очищены от веток и коры вот ну и толстый слой солома видим топилась по черному да видите трубы не было чем же занимались древние славяне но в первую очередь конечно занимались они земледелием видите вот мужчины занимались охотой рыболовством бортничество бортничество запишите себе в тетради к сбор меда диких чел женщины занимались скотоводством собирательством ткачеством готовили пищу и пытались лечить если говорить о верованиях то нужно сказать что славянам казалось что лес и деревья речки ручейки солнце и ветер все это живое одушевленное они считали что всеми явлениями природы повелевают различные боги самым главным богом у них был бог перу грома и молнии кроме того славяне верили что в домах живет домовой вот он который охраняет дом в лесу водится леший в речках и озерах живет водяной и живут там русалки вот так интересно жили славяне далее ребята я вам предлагаю игру игра называется крестики нолики оформлять вы ее будете вот в такую табличку то есть это у вас ребята будет домашняя работа вы пишите домашняя работа записываете тему далее пишите игра крестики нолики чертите вот эту схему далее читайте первый вопрос восточным соседом римлян было восточным соседом римлян было парфянское царство если это верно значит вы вот сюда первую по цифре ставите крестик если это неверно значит ставите ноли и оформляете все это в тетрадочки домашняя работа параграф 54 после того как вы его изучите только после этого начинаете играть в игру крестики нолики пятый а в эту игру выполняют все мальчики пятый б выполняют домашнее задание вот эти вот точки вернее ребят выполняют все конечно домашнюю работу а отправляет учитель и только вот эти вот учащиеся но если кто-то другой выполнит на тоже буду не против всего доброго